Всем привет, дамы и господа! Сегодня я вам расскажу о колясочке. Колясочка, она, этот бренд не так давно появился в ассортименте магазина Первая коляска. Это у нас корейский бренд Royan. Моделька у нас называется Solo. Как вы видите, это у нас прогулочная коляска гамачного типа. Так что в рядах любителей, точнее говоря, для любителей колясок с прогулочным блоком гамаком в положении лёжа, в этих рядах появилась ещё одна интересная моделька, на которую обязательно стоит обратить внимание. Разберём её сегодня с вами, посмотрим, что она из себя представляет. И в конце, естественно, моё короткое мнение. Давайте в двух словах технические характеристики. Причём, кстати, 9,5 килограмм коляска весит. Она, кажется, такой крупной, но она достаточно лёгкая. Она у нас с рождения до 3-4 лет. Колёсная база у нас 60 сантиметров, поэтому в любой лифт вы войдёте. И максимальную нагрузку, которую выдерживает эта коляска, я имею в виду вес ребёнка, здесь 18 килограмм. Поэтому, в принципе, запас достаточный. Не до школы же детей возить в колясках, правильно? Поэтому, смотрим, что она из себя представляет. Давайте я вам внешне покажу, как по мне, визуально очень удачно колясочка сделана. Так, смотрите, я вам говорил, что колясочка у нас с рождения. И здесь для того, чтобы с рождения возить ребёночка, сделан интересный момент. В комплект входит вот такая вот вставка из губки под поясницу ребёнка, чтобы в положении, когда мы опускаем, поспать. Вот, у нас более или менее можно было выровнять спинку. И ещё, вдобавок ко всему, в комплекте также есть вот такой вот анатомический матрасик, который у нас лучше фиксирует по бокам ребёнка и делает прогулочный блок ещё мягче. Хотя он и без этого достаточно мягкий. Но вот с этим вот вкладышем она действительно становится мягче. Плюс этот материал хорошо дышит для лета, и летом будет очень актуально использовать вот этот вкладыш. Так, вот, соответственно, та мягкая подушечка. Я её сейчас уберу, потому что новорожденного ребёнка здесь я вам не смогу показать. Вот, это сделано именно для самого маленького. Подрастает ребёнок, нам уже это всё не нужно. Убираем в стороночку и получаем, соответственно, у нас вот такой вот большой прогулочный блок. Сразу скажу по тканям. Ткани здесь действительно сделаны очень неплохо. Я не скажу, что это какие-то мега премиальные, дорогущие там суперткани. Но за эту цену, которая у нас сейчас продаётся, сейчас тем более на неё идёт акция. Естественно, когда вы можете там через несколько месяцев смотреть этот обзор, акции может не быть. Поэтому актуальная ссылочка на эту колясочку внизу, на магазин FirstBuggy, вы увидите, пройдёте. И актуальную цену на момент просмотра обзора вы увидите. Но сейчас вот надо бежать и брать, как по мне. Очень вкусное предложение. Так, соответственно, блок у нас реверсивный, естественно. И по ходу, и против хода у нас можно устанавливать. Вот как это выглядит. Пока ребёнок маленький, вы хотите видеть маленького ребёночка, если вы его начали действительно с рождения катать, вот спокойно на себя разворачиваем и эксплуатируем. Подрос ребёночек. Спокойно берём, переставляем. И когда ребёнку уже неинтересно смотреть на мир через родителей, разворачиваем. И эксплуатируем её по ходу движения. Вот давайте, кстати, посмотрим на положение. Здесь их четыре. Два крайних и два промежуточных. Вот, собственно, полностью мы опускаем для сна. Полностью поднимаем. Что касается козырька. Козырёк, в принципе, тот самый достаточный минимум, который хотелось бы видеть в коляске. Он достаточно большой для лета. Вот. Также у нас здесь есть смотровое окошечко с дождевичком. Таким прозрачным, чтобы... Ну, не дождевичок, а такой полиэтилентур, чтобы не капало туда, в случае чего. Так, если вдруг солнце у нас, и нам нужно увеличить козырёк, какой-то оно низко, светит глаза. Берём, открываем ещё одну секцию. И всё, ребёнок у нас закрывается до конца. Но сразу хочу обратить внимание, здесь у нас москитная сетка. Да, она в какой-то степени защищает солнце, но от дождя, от непогоды защищать не будет. Поэтому имейте в виду. Такой бонус есть увеличение, но он не на круглый год, я бы так сказал. Для лета прекрасно. Так, что касается сидения. Здесь у нас очень высокая спинка. Спинка жёсткая, это не натянутая ткань. Это очень важный момент. Часто бывает, что ткань просто натянута. Пятиточечные ремни, мягкие накладочки у нас везде. Также для безопасности у нас бампер. Сейчас я его откину. Он у нас как калиточка откидывается. Всё нормально. Соответственно, подножка у нас регулируется в достаточно широком диапазоне. Поэтому по регулировкам это самый полный набор для колясок с прогулочным блоком с гамаком. С этим всё нормально. Кстати, вернусь к тканям. Здесь одна ткань, здесь другая. Вот здесь используют ткань намного жёстче. Она более износостойкая. В козырьке же используется действительно уже ткань ближе к премиальной. Очень приятная и тактильная, нежная ткань. Единственное, она такая тонковата. Это не такая плотная толстая ткань. На козырьке она достаточно тонкая. Но всё же она непрозрачная сеточка. Будет хватать от ветра и непогоды. В комплекте, кстати, хочу заметить. Идёт качественный, хороший, родной подстаканник с резинным фиксатором. У вас ничего болтаться не будет там. В общем, такой приятный бонус. Кстати, что ещё в комплекте у нас? Так, а ещё будет у вас идти дождевичок. Тоже на этом можно сэкономить. И если у нас, соответственно, холодное время года, осень-зима, в комплект также входит вот такая вот накидка на ножки, которая у нас фиксируется здесь. И, соответственно, можно закрывать ребёночка зимой от непогоды. Утеплять, так сказать. Тем более, эта коляска всесезонная. Она хорошо подходит для зимы. Здесь очень большие колёса. Неплохая достаточно амортизация. Спереди и сзади проходимость, как мне кажется, здесь более чем достаточная. Что касается шасси, сразу давайте поговорим о ней. Металлическая. По сборке мне всё понравилось. Очень качественная сборка люфтов, скрипов. Я ничего не заметил. Колёса здесь ненадувные. Это полиуретан. Тормоз. Тормоз здесь вот самый мой любимый. Сверху нажимаем, заблокировали. Сверху нажимаем, разблокировали. Мы не корябаем свою обувь, а нажимая на кнопку снизу. Передние колёса, естественно, здесь с возможностью блокировки. Если будем какую-то неровность преодолевать. Но это стандартная схема, есть везде. Из большого-большого плюса, который я хочу отдать этой коляске. Это очень хороший, удобный доступ в багажник. На багажнике установлена жёсткая пластина. Это большой жирный плюс. Потому что, когда мы что-то туда тяжёлое нагружаем, у нас дно не будет провисать и чиркать о землю или о бордюре, когда мы будем заезжать. Или поребрики. Вот поэтому багажнику здесь 5 баллов. Доступ удобный сбоку, спереди, сзади. В общем, для жизни коляска сделана очень хорошо и удобно. Ручка у нас здесь, естественно, срегулируемая. По высоте обита эко-кожей, с прострочкой. И с таким приятным ощущением, она внутри набита чем-то мягким. Её держать приятно. Нажимаем она не сразу под эко-кожей металл, а вот такая прослойка мягкая. Держать реально тактильно здорово. Очень приятные ощущения. Давайте теперь попробуем колясочку с вами сложить. Посмотрим, что она из себя представляет в сложенном виде. Но сразу скажу, в идеале здесь снять блок и отдельно сложить раму, и потом положить блок. Так будет компактнее. Но можно это сделать и, соответственно, вместе с блоком. В общем, вот так это всё выглядит. Всё, с блоком у нас она выглядит вот так. Ну, по большому счёту, в данной модели, если вы снимете блок, особо вы не сэкономите. Место, если вы будете сдвигать. В целом, можно его и не снимать. Из особенностей вы видите, колясочка у нас остаётся на колёсах. Не так много таких колёсок, на самом деле. Из минусов она чуть-чуть габаритнее, потому что вот размер её не изменился. По факту она стала просто более плоской. Из плюсов у нас всё время она на колёсах. И когда складывается обычно книжка, всегда обязательно что-то пачкается. Здесь у вас такой проблемы нет. Блок всегда будет чистый. В принципе, всё будет чистое, потому что она вот как стояла, так и стоит. Чуть больше места занимает, но в принципе ничего страшного. Просто когда будете выбирать данную модель, вам нужно сразу понимать, что место в багажнике вам нужно иметь немножко больше, чем в системе, когда книжечкой всё складывается. Но качество изготовления, материалы, амортизация, комплектация, вообще ощущения от коляски, они хорошие, дорогие. Она едет дорого. Не знаю, о чём это вам говорит. Но есть коляски даже более дорогие. Каткатишь её, и она вот не ощущается такой прям качественной. Здесь это всё есть. Достаточно всё приятно, рулится. Мягко, комфортно едет. Ни ощущений, некачественные вещи не создаются вообще. Поэтому, если вот любите коляски с гамаком, или вообще, в смысле, вам всё равно, гамак или нет, я бы вам рекомендовал обратить на её внимание. Особенно сейчас, вот пройдите по ссылке в описании. Цена просто обалденная. И надо, как говорится, бежать и брать. Сомневайтесь, приезжайте в магазины, в сеть, первую коляску, вам всё покажут, расскажут. Ну и, собственно, убедитесь в словах, которые я вам в обзоре сказал. Я думаю, вам она понравится, и вы её обязательно купите. Так что, добавить мне больше нечего. Всю информацию до вас донёс. Если она была полезной, ставьте царский лайк, подписывайтесь на канал. Это очень помогает развитию канала. Вот. Ну а вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора коляски для ваших детей. Всего доброго. До свидания.